Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Наше внимание обращено на удивительную книгу Нового Завета Евангелия от Иоанна. И мы убеждены, что знакомство с этой книгой и с теми истинами, которые она содержит, поможет нам укрепиться в вере в нашего Господа, обрести мир и стать его учениками. Мы очень хотим, чтобы учениками Иисуса стали и наши друзья, наши родственники. И мы не только молимся о них, но способствуем этому, когда проявляем активность в интернет-пространстве. Когда вы нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда вы пишете свои комментарии, за которых мы вам благодарны под этим видео, когда вы рассылаете ссылки на христианские передачи со своим друзьям, своим родственникам, то круг людей, которые узнают о удивительной благодати, любви Господа, расширяется. Мы сегодня в этой студии пригласили моих друзей, пастора церкви Руслана Булгак. Добро пожаловать. Спасибо. И руководителя, директора клуба «Следопытов» — это подростковый клуб и детского клуба «Искатели приключений» в нашей стране Молдова — Светлана Башмакова. Добро пожаловать. Спасибо. Прежде чем мы откроем страницы Священного Писания, я приглашаю, чтобы вместе с нашими друзьями, слушателями и зрителями просили в Бога мудрости и руководства. Помолимся. Наш дорогой Господь, спасибо Тебе большое за Твоего Сына, Который Ты послал на нашу землю, чтобы достучаться, найти каждого из нас. Господи, мы желаем следовать за Тобою и желаем быть Твоими учениками. Славим Тебя за все, как великого Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Цель написания Евангелия от Иоанна в том, чтобы люди поверили Иисуса Христа и, веря, имели жизнь вечную. И для того, чтобы люди могли поверить, для того, чтобы помочь в этом, Иоанн, евангелист, призывает в свидетели различные обстоятельства, события людей, и мужчин, и женщин, и бедных, и богатых, образованных, необразованных, правителей, простолюдинов, чтобы они подтвердили, кто есть Иисус Христос. И сегодня мы познакомимся с рядом свидетелей с разных слоев общества и с тем, как эти люди не просто свидетельствуют, а как изменилась жизнь этих людей, которым удалось увидеть или встретиться с Иисусом Христом. И первым в этом списке свидетелей, о котором говорит Иоанн, и он его помещает, это имя в своем прологе, это Иоанн Креститель, который появился в то время, когда общество израильское было наполнено мессианскими ожиданиями. Все ждали мессию. Кто-то представлял, что это будет такой священник, а кто-то считал, что это будет царь, освободитель. Вот появляется Иоанн. У людей сразу возникает вопрос, кто он такой? Не он ли тот мессия, о котором они говорили и верили? И они задают ему вопрос, как Иоанн объясняет свое служение и свою миссию, отвечая на вопросы священников и тех, кто к нему подходили. Вполне естественно для Иоанна было, когда его спросили, кто ты, сразу же ответить прямым ответом, кем он является. Но мы замечаем, что когда ему задают вопрос, кто ты, видно, что Иоанн понимал вот эти все настроения, о которых вы только что упомянули, и он сразу, очень прямо, категорично, без двоякого смысла говорит «Я не Христос». То есть если вы думаете, что я Христос, я вас убедительно прошу, чтобы вы отреклись от этой идеи, от этой мысли, потому что я не Христос, но я пришел раньше, перед тем, как Он придет перед вами, я пришел для того, чтобы Ему служить и засвидетельствовать, что Он есть Мессия, Он есть тот ожидаемый, на которого возложены все надежды израильского народа. Вот это в этом было Его свидетельство. И я думаю, что это было очень мощное свидетельство на тот момент. Иногда называют Иоанна Крестителя прикичей. Что значит вот это слово и роль этого слова? Притеча, естественно, тот, который идет раньше того, для которого Он на самом деле появился. То есть Его роль такая как бы подготовительная, поэтому Он идет впереди для того, чтобы принести за собой или того, кто на самом деле главный. Сегодня в современном мире, наверное, эту роль выполняет машины сопровождения, полиция, которая едет впереди, кортеж, включает сирены и обеспечивает, чтобы передвижение чиновника, будь то руководителя или особого гостя, было быстрым и беспрепятственным. То есть это притеча. Они готовят путь. Иногда бывает, что прежде чем состоится встреча двух президентов или других высокопоставленных людей, целая команда подготовит эту встречу или платформу создает для того, чтобы эта встреча состояла. Фактически основная работа совершается до этого самого визита. А сам визит может занять всего лишь один час. Но подготовка, документы, там еще какие-то моменты организационные, все это делается специальной командой, которая не играет ключевую роль во всех этих вопросах. Но если они не подготовят, потом не будет этой платформы. И вот какое это имеет духовное значение для нас? Потому что Иоанн в первой главе 23 тексте сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. Что значит «на практике» означает исправить путь Господу? Что это за путь? Почему его нужно исправлять? От чего исправлять? И насколько это важно? Вы знаете, когда я была в Израиле и посмотрела на местность, на землю, я просто была поражена, какие большие участки просто усеяны камнями. Как бы невозможно пройти. И в те времена, чтобы, если высокопоставленный человек, король, царь должен был проехать, то нужно было расчистить дорогу от камней, выровнять. И в духовном смысле, как мы можем применить это к себе? Это значит подготовить наше сердце, почву нашего сердца для принятия вести о Христе. А что за камни в нашем сердце может… Ой, камней у нас достаточно. И как готовить? В чем практически… Самое первое – это, наверное, смирение. Когда мы смиряемся перед Богом, то легче удалить все остальные камни. Все неровности на дороге, они делятся на две большие категории. Это выпуклости. Иногда мы говорим «дорога шиферная». Едешь, и тебя прямо трясет. Ну и вторая беда нашего времени в том числе – это наоборот, ямы, ухабы рытвенные, даже иногда такие, что можно колеса оставить в этой яме. Поэтому и в нашем характере тоже есть вещи, которые нужно понизить. То есть идет речь о нашей гордости. То есть мы готовимся, когда мы говорим «мне нужно смириться, я гордый человек». А есть вещи, которые нужно наполнить. То, чего нам не хватает. Камни – это гордое заявление человека о том, что он негрешный, что он все может сам. Он не нуждается. Он не нуждается. У него все хорошо. И этому человеку очень сложно вступить в близкие отношения с Богом, потому что человек обращается к Богу, когда тревога. А хорошо, а если нет тревоги, если все благополучно, и человек не нуждается в Боге, тогда путь к сердцу этого человека, он усеян этими камнями гордости и независимости. И поэтому Иоанн, призывая людей к покаянию, к обращению, он этим самым и исправлял. Но он говорит, что «я глаз вопьющего в пустыне». А что это значит? Глаз, который вопьет в пустыне. В пустыне много слышат людей от глаза? Наверное, он имел в виду о том, что самое главное, чтобы люди обратили внимание на весть, которую он вопьет. То есть он взывает, он пытается обратить на это особое внимание. На другой день Иоанн видит Иоанн к нему, идущему Иисуса, и говорит «вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он называет Иисуса «Агнец Божий». Почему? Что значит это выражение? Когда вы начинали сегодняшнюю тему, говорили об ожиданиях израильского народа, они совсем не ждали Мессию в том образе, в котором его представил Иоанн в данном случае. Они ждали, что это будет царь, и вот дорогу, даже мы говорили о дороге, как ждем царя. А он обращает внимание всего народа, и наше в том числе, на то, что у нас могут быть разные представления о Мессии, и свои какие-то иллюзии, или ожидания, или чаяния. Но Иоанн, называя его Агнецом Божиим, показывает на самую главную задачу, самую главную миссию, которую имел Иисус в этом мире. Самую главную проблему, которую он пришел решить, это проблема греха. И поэтому он говорит «вот решение этой проблемы, вот ключевая личность, которая решает вопрос спасения человека, и его миссия не могла совершиться без его жертвы». Агнец Божий. И он вспоминает слова, которые написал когда-то Исайя в 53 главе, «Как овца введен он был на заклане». То есть все иудеи, все евреи, они родились в этой системе жертвоприношения, они знали, что это такое. И вот смысл всей этой системы, он сейчас воплощался на их глазах. И было бы бессмысленно всю жизнь или все эти столетия века приносить жертву и не быть готовыми к тому, когда придет тот, на кого они указывали. И Иоанн восклицает «вот он, наконец-то мы его дождались, вот Агнец Божий». Он указывал на его миссию заместительной смерти вместо грешника. В системе религиозного служения, жертвового служения, евреи, каждый грешный человек исповедуя свои грехи над этим ягненком, этим жертвенным животным, этого ягненка убивали. И он умирал вместо грешника. И вот он символизировал, что однажды придет тот, кто умрет вместо грешника. Поэтому слова «вот Агнес, который берет на себя грехи», можно было понять, как «вот он спаситель, который умрет». То есть это заявление о той миссии, которую должен сделать Иисус. Умереть вместо грешных людей. И хотя Иоанн креститель, вот если бы он объявил себя, что он мессия, я верю, что многие пошли бы за ним, потому что им нужен был такой лидер. И хотя Библия описывает, что и родители Иоанна были богобоязненными людьми, и сам Иоанн тоже был верующим, богобоязненным человеком. Но этого не было достаточно. Единственный, кто мог бы стать этой заместительной жертвой, это только беспорочный, святой, безгрешный спаситель наш Иисус Христос. Только он мог выполнить эту миссию. Итак, Иоанн был первым свидетелем, который видел, который крестил, который свидетельствовал об Иисусе Христе, который другим рассказывал об Иисусе Христе. И рядышком с ним были его ученики, которые слышали, которые видели, что делает Иоанн. И вот кто-то из них, услышав весь Иоанна о Христе, который исполнил вот эти ветхозаветные пророчества, грядущие миссии, что-то предпринял. Кто эти два ученика, которые услышали весь Иоанна? И что они сделали, когда услышали слова Иоанна, что Иисус — это тот агнец Божий, который берет на себя грехи мира? Один из них был Андрей из этих двух учеников, и они последовали за тем, о ком свидетельствовал Иоанн. И когда мы что-то находим, что-то узнаем новое, к кому мы обращаемся самое первое? Это, конечно, к близким, к родным. И вот Андрей, он находит своего брата Симона и говорит ему, наверное, очень эмоционально, «Мы нашли миссию». Представьте, все слухи говорят, ожидания какие-то, и нашли миссию. Они провели с Иисусом целый день, и, что интересно, они пошли за Иисусом, и первые не они обратились к Иисусу, а Иисус к ним обратился. И они захотели узнать, где Он живет, потому что Иисус был не из той местности. Они провели с Ним много времени, чтобы быть ближе к Нему. И вот мы знаем об Иисусе много. Мы ходим в церковь, мы знаем об Иисусе, но знаем ли мы Иисуса? Проводим ли мы с Ним время? То есть свидетели, которые стали учениками. Невозможно увидеть и не последовать. Они обратились к Нему рави. Значит, они признали Его, что это уважение, это почтение, что они могут чему-то научиться. Интересная реакция Иоанна Кресителя. Он не обиделся тому, что Его ученики стали учениками Иисуса. В этом и был смысл Его служения, чтобы сделать слушателей не своими учениками, а учениками Иисуса. Для меня необычные слова, которыми Иоанн, евангелист, описывают попытки Андрея познакомить Иисуса, познакомить своего брата с Иисусом. Говорится, что нашел. Он первый находит брата своего Симона. Находит, наверное, те, которые ищут. И наверняка со своим братом, который был рыбак, он и так встречался за рыбной ловлей. Это же вместе семейный бизнес. Более того, это брат, недалеко живет. То есть он все равно бы его нашел, встретил. Но не написано, что он его встретил. Он его искал. А он его искал. И дальше мы еще не один раз находим вот это слово. Искал, искал, искал. И это характеризует свидетелей. Те, которые встретились с Иисусом, они ищут возможностью, чтобы рассказать об этой встрече своим близким, своим друзьям. Почему он не пошел по улицам? Почему он не пошел к чужим? Почему он пошел к брату? Наверное, потому что это был близкий для него человек. Между ними не было никаких предубеждений, барьеров и так далее. То есть это был человек, которому он мог доверить то, что он узнал. И, как правило, я говорю и про себя, и про других людей. И, как правило, мы рассчитываем, что человек примет то, что ты ему расскажешь. То, что ты же не зря его нашел. Ты ожидаешь, что это такое же впечатление, как на тебя оказало, оно окажет и на другого. И еще одно, то, что мы можем здесь подчеркнуть, это то, что он понимал, что точно так же, как он ждал этого мессию, так же его ждал и его брат. И он говорит, смотри, мы его оба ждали, я уже нашел, и я хочу, чтобы ты тоже для себя это открытие сделал. Но есть еще и другая сторона, менее такая, как скажем, радостная. Не всегда те, кто делится с радостью, мы видим такую же картину, как здесь написано. Тот нашел, другого нашел, они вместе пошли за ним. Иногда бывает так, что человек, который нашел Христа, приходит с открытым сердцем к своим родственникам, друзьям, и он думает сейчас и видит у них такое безразличие и такую апатию, и как будто ничего и не произошло. И я хотел бы сказать, что это не должно нас разочаровывать, но так мы должны быть иногда готовы и к такому. Но мы радуемся этой истории, что они оба взяли и пошли за Иисусом. Я думаю, что опыт Андрея откликается в памяти, в сознании всех людей, которые стали христианами, которые познакомились с Иисусом и жизнь которых изменилась. Я вспоминаю свои чувства радости, восторга и свое желание всем рассказать о том, что я узнал о Бисусе Христе своим родителям, своим родственникам, своим друзьям, своим одноклассникам. Ну, всем хотелось, чтобы все узнали, потому что это перевернуло мою жизнь, мое сознание. И я понимал, что это очень здорово, это очень важно, и я не имел какой-то корости или какой-то цели их там... Да, люди говорят, хотят привезти на свою церковь. Я не занимался празелитизмом. Свидетельство об Иисусе Христе, человека, который встретился с Иисусом и жизнь которого изменилась, я... человек говорит с другими не для того, чтобы сделать их адептами в своей церкви, но для того, чтобы их жизнь изменилась. То есть миссия состоит не в том, чтобы поменять религию человека. Миссия заключается в том, чтобы поменять жизнь других, как изменилась твоя. И вот следующий свидетель, о котором говорит Иоанн, это человек по имени Филипп. И Иоанн подчеркивает в 44-м тексте, что Филипп был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. То есть до этого Андрей стал учеником Иисусом, потом Петр... Брат родной. Да, родной брат. А тут сосед. То есть наверняка они встречались, общались, и тут Филипп... И тут что-то происходит с Филиппом. Что сделал Филипп? Сразу после того, как встретил Иисуса и стал его учеником. Как повлияло на Филиппа встреча с Иисусом? Да, происходит примерно то же самое, что между двумя братьями, о которых мы раньше говорили. Разница только в том, что этот человек находит друга своего. это был его друг. Поэтому вот этот мотив, который его побудил рассказать, о том, что он обнаружил и открыл для себя, это то, что был его друг. И кто был этот друг? Это был Нафанаил. Как он убедил его? Что он предложил ему, что помогло бы Нафанаилу стать последователем? Ну, самое то, что евреев всегда интересовал, это происхождение. Если человек был благородного происхождения, естественно, это вызывало авторитет, уважение и почву для того, чтобы ты принял его. Но когда Нафанаил узнает, что из Назарета этот человек, то есть Мессия, о котором говорит его друг, то он думает, подожди, разве может что-то быть хорошее? Это не очень хорошая слава идет про жителей Назарета. То есть у него было предубеждение, что оттуда может быть что-то хорошее. И как разрушены были эти... Ну, очень... Я вспоминаю и завершение Евангелия от Иоанна, когда все ученики поверили, что Иисус воскрес и был Фома, которого не было на этой встрече. И потом, когда уже Иисус сам пришел, он говорит, ну, теперь я вот потрогал, теперь я вижу. Он ему говорит, ну, ты иди сам посмотри. Иди сам посмотри. И вот это то, что ломает предубеждение. Я вспоминаю такую старую известную историю. Это когда все люди думали, сколько лапок у паука. И существовало предубеждение или такое общее распространенное мнение, что вот у него столько а один человек просто взялся, поймал паука и посчитал. Оказывается, у него не столько лапок, сколько думали все люди одновременно до него. Поэтому хорошее в Назарете, нехорошее, кто этот человек, Мессия, он не Мессия, ты должен пойти и сам посмотреть, должен сам убедиться. И он бросил ему этот вызов. Пойди и сам посмотри, пойди и сам убедись. Мы тоже вот для чего мы изучаем Библию, Евангелие, проводим эти встречи, занятия и говорим, вот в Библии так написано, чтобы человек сам прикоснулся, сам открыл, сам прочитал, познакомился, и он потом сказал, подожди, я уже не верю, потому что мне кто-то сказал. Я сам увидел, я сам нашел, я сам прочитал. Наверное, и сегодня есть предрассудки, например, один из предрассудков, который был ранее, о том, что в протестантской церкви это секты, где выключают свет и творят непотребные вещи, где кровью измазаны стены, ну и в таком духе. Аж страшно. Да, да, да. Поэтому туда лучше не приходить. И я вспоминаю, когда одна женщина, муж, который был алкоголиком, но встреча с Иисусом, изучение Библии изменила его жизнь, она пришла в такую протестантскую церковь с вопросом к пастору. Что вы смогли сделать с моим мужем то, что не сделал ни один врач, никакое лечение и так далее. Он, говорит, другой человек. И вот она пришла, а он говорит, ну что говорит, ну Библию изучали, знакомились с Иисусом. И вот она осталась, познакомилась с Иисусом, посмотрела, и она стала ученицей Христа. Ее дети стали учениками Иисуса, родственники, близкие. То есть, для того, чтобы этих предосудков не было, нужно прийти посмотреть, послушать, самому изучить. Много могут говорить, но ты сам изучай, не верь слухам. И вот послушал Филиппа Нафанаила. Вы знаете, для того, чтобы пойти, тоже нужно поверить сначала, то есть нужно сделать первый шаг. Но ты должен сам убедиться вот то, к чему Библия нас призывает. То есть, есть предрассудки. А вот про Назарет я слышал о том, что историки говорят, что Назарет — это город, который находился на каменистой местности, малоплодородной, мало растений, мало фруктов. И поэтому подростки, когда наступало время урожая, сбора, сбора, да, то они совершали набеги на соседние села. И поэтому, если у человека он вставал и обнаруживал, что масли нет, или смоку и так далее, он понимал, что это сделали ребята с Назарета. И поэтому все, что было вот такое негативное, они понимали, это оттуда. Мы знаем, это оттуда. И поэтому с Назарета, когда появился Иисус сразу, ну что может быть доброе? Если продолжить мысль, о которой вы сказали, это если из Назарета приходили, чтобы что-то взять, то Иисус пришел оттуда, чтобы что-то дать. Самое ценное для человека. Но мы видим, что некоторые сомнения были и у друга Филиппа Нафанаила. Как Иисус смог убедить Нафанаила в том, кто он такой и какой был отклик Нафанаила? Ну, вот это его высказывание. Что может быть доброго? Наверное, это не очень приятно. Иисус это услышал, и Он не ответил в ответ. А ты сам откуда родом? Он видел его сердце, видел его искренность. В то время было много фарисеев, которые лицемерили. То Он сказал, это истинный израильтянин, в котором нет лукавства. И Он ему сказал немного, буквально несколько слов. Какие-то детали вот такие внес. Нафанаила говорит ему, а откуда ты меня знаешь? Мы с тобой не встречали. Почему ты так говоришь? В желании веков Филиан Уайт пишет, что он видел его под деревом, сказал, видел под деревом, что ты там был. И он молился, он обращался, он искал, наверное, Бога. Сам Иисус говорит об этом. Он говорит, прежде чем тебя позвал Филипп, когда ты был посмоковницей, я видел тебя. Тебя. То есть... И вот эти слова, они перевернули жизнь его, и он начал меняться. Он начал меняться. И вот это небольшое свидетельство стало вот такой большой трансформацией, большого изменения образа жизни этого человека. То есть для некоторых людей нужно чудо, чтобы они увидели, что это не просто учитель, а как увидел Нафан Иил, ты сын Божий, ты царь Израилев. То есть он признал как... Для него это, наверное, было достаточно. То есть они еще не успели ни о чем поговорить, но когда он понял, что рядом с ним стоит человек, который знает его жизнь, потому что что такое под смоковницей находиться, что такое молиться, как бы это не такое сверхъестественное какое-то действие, но тот, который знает детали моей жизни, где я сейчас нахожусь, что со мной происходит, о чем я молюсь. Да, это его сердце покорило, потому что он понял, что он имеет дело с необычным человеком, который знает о нем все. Когда я познакомился с Иисусом и рассказывал своей матери, то она, которая родилась и воспитывалась в атеистической среде, слушалась интересно, но скептически, потому что это было все новое. Но одно происшествие в моей жизни заставило ее поверить в то, что Бог есть и Он спасает здесь и сейчас. Это... Обычно я приезжал по воскресеньям на выходные, но однажды я приехал как студент домой в пятницу. и то, что я приехал, это было необычным, потому что я... Не было таких планов, я не предупреждал, но обстоятельства и побуждения заставили меня на попутках, на грузовиках уезжать с того города, где я учился. И когда я приехал домой, то мама, которая слушала радио, сказала, Дима, ты знаешь, что сейчас происходит в этом городе? А в то время, когда я должен был в пятницу, в эти часы идти на богослужение, там произошла перестрелка и начались военные действия. И я должен был быть в том месте, где это переселки, кто знает, что могло произойти. Но вместо того, чтобы я был там, за что мама очень сильно переживала, она видит меня тут же живого. Это чудо. Она говорит, это чудо, тебя спас Господь. И это было такое свидетельство, потому что в этом Божьем провидении она увидела вмешательство Бога. И это помогло ей проявлять больше интереса, доверия и Библии, и тому, что она говорила об Иисусе Христе. И завершается наша история с человеком, который отличался от других. Он не был рыбак, он не был простым, это был уважаемый, ученый, богатый, влиятельный, член религиозного правительства, член Синедриона по имени Никодим. И в третьей главе Иоанн описывает встречу Никодима с Иисусом, которая произошла ночью, потому что он пришел к нему ночью. Какое свидетельство об Иисусе дает Никодим? И с чем связано это свидетельство? Ну, как вы сказали, он занимал высокое положение, тоже был учителем народа, он заметил, что Иисус приобретает в народе очень большое влияние, поэтому он сказал, я вижу, что ты учитель, и ты учитель от Бога, потому что не только слова, которые ты говоришь, не только это его впечатлило, но и чудеса, которые творил Иисус или дел Иисус, было великим свидетельством того, что обычный человек, который без Бога, он такого делать не может. он наверняка слышал о чуде в Кане Галилейской, наверняка он слышал о насыщении пяти тысяч, наверняка он слышал о бессилении слепорожденного и других чудесах, то есть эта молва пошла уже, ну а почему он ночью приходит, а не днем? Ну вот как раз те вещи, которые мы перечисляли до сих пор и нам тоже, в наше время тоже могут быть препятствием для того, чтобы открыто прийти. Я иногда, когда в церкви говорю какое-то слово, употребляю такую фразу, что порог церкви иногда очень высокий. Я не имею ввиду физический порог церкви, но я имею ввиду психологический порог церкви, он высокий, и люди думают для человека очень тяжело сделать этот первый шаг. Иногда я слышал, как люди рассказывают, когда делают первые шаги, вот пойти в церковь на богослужение, на евангельскую программу, они говорят, куда, их кто-то спрашивает, куда идешь? Он говорит, ну в магазин иду. На самом деле он не идет в магазин, а он как-то старается прикрыться этой фразой. Почему? Потому что он боится мнения других людей о себе. Никодим, вот такой уважаемый, боится потерять это уважение. Занимает высокое положение в Совете, в парламенте, или в законодательном органе. А как я скажу, что я теперь ищу Иисуса, или я привержен Иисуса? Для нас кажется, ну что здесь такого? Но для человека это был барьер, это было... И поэтому он говорит, давайте так встретимся без прессы, без особого освещения, без особых фотографий и так далее. Что вот я недавно, я недавно был на празднике одной церкви, и мне понравилось, что на этот праздник пришел примар города. Я подумал, не каждый примар приходит в адвентистскую церковь для того, чтобы поздравить эту церковь, для того, чтобы сказать о служении этой церкви. Почему? Опять-таки, этот вопрос тоже играет эту роль, что если я пойду, а люди что подумают обо мне, пошел, не знаю куда, не знаю с кем, и так далее. Это барьер. У меня знакомых, которые когда шли в церковь в субботу, они шли в другую сторону от церкви, делали большой круг, чтобы ни соседи, ни знакомые не видели, куда они идут. определенные барьеры. Иисус говорит немыслимые слова на заявление Никодима. «Есина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Вот он, учитель, и вождь Израилева, должен родиться свыше. Что значит быть рожденным свыше? И почему Иисус потом еще раз об этом говорит и подчеркивает, что важно родиться свыше? Что это за рождение свыше и как родиться свыше? И у идеи они понимали, что язычникам нужно обратиться. Но себя они ставили немножечко выше, они потомки Авраама, и как будто все приходит автоматически. Но спасение не приходит, если ты этой национальности, или ты имеешь эту профессию, или ты занимаешь такое положение в обществе. нужно обратиться, нужно покаяться, нужно принять Иисуса в сердце. И только тогда вот это и есть рождение свыше. Даже если Никодим, он был от рождения евреем, все равно Иисус сказал тебе нужно родиться свыше. То есть родиться свыше, как говорит Иоанн, верующим Иисусу дал власть называться Детем Божиим. То есть недостаточно верующим в третьем поколении родиться в семье верующих. Может быть тебя с детства в церковь родители приносили, привозили, но вера это личное. Личное отклик. Оно не передается с кровью, по наследству, с ДНК. Это не национальное. Это личное решение человека стать последователем Иисуса Христа. То есть Иисус призывает его стать своим последователем, уверовать в него. И по сути дела Светлана говорила о том, что они родились в этом народе, они понимали, что это другие должны что-то поменять в своей жизни. Но этого человека, он все это выполнял, все то, о чем было сказано, но этого человека привлекало в Иисусе, что он может сделать нечто большее в его жизни, чем другие какие-то учителя. И даже когда он говорит, ну как может человек опять войти в утробу матери и еще раз родиться. В книге «Желание веков» я прочитал эту мысль о том, что на самом деле он понимал, о чем говорит Иисус, но его этот дополнительный вопрос позволил тому, чтобы Иисус пояснил, что он имел в виду, и благодаря этому эти слова остались на страницах Священного Писания. «Родиться от воды и от духа». Он говорил о крещении, и он говорил о том, что эта перемена должна произойти не только во внешней оболочке, потому что один из пороков и того времени нашего это было лицемерие, когда снаружи одно внутри другое, а он говорил о рождении свыше, это внутреннее преобразование человека, это то, в чем нуждается и грамотный, и неграмотный человек, и высокопоставленный. И завершается беседа Иисуса Христа с негодимом, который выбирает ночное время для встречи. Иисус говорит в это ночное время о свете. 19, 20, 21 текст первой главы. Иоанна. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Как вот это откровение Иисуса о свете повлияло на дальнейшую жизнь Никодима, который вначале был просто свидетелем, который слышал, потом пришел, увидел, пришел к этому свету в темное время, к Иисусу. что дальше произошло жизнью Никодима, его будущее? Если сравнить всех тех людей, о которых мы говорили до сих пор, они пришли днем. И они пришли сразу, можно так сказать, потому что евангелист не дает здесь почву для того, чтобы понять, что они еще думали, что делать и так далее. Сказал, поделился, все, человек пошел. А здесь мы замечаем, вот когда мы прослеживаем историю Никодима через все Евангелие, мы замечаем, что его приход к свету был постепенным. Сначала он заинтересовался, потом он поискал личные встречи, которые произошли ночью. Потом во время советов, в котором он был участником, когда старались Иисуса ложно обвинить и осудить и так далее, он взывал к их разуму и говорит, давайте исследовать дело, давайте будем по справедливости поступать, как и с любым другим подсудимым или человеком. И это тоже уже показывало, что он старается сделать все, что он может для того, чтобы защитить, потому что он понимал, этот человек, Иисус, он не заслуживает такого суда и такого наказания. И его выход к свету, и действительно, мы можем сказать, что это был и полдень в его жизни, но это был и полдень днем, то есть когда Иисус был распят, это был полдень, то есть среди бела дня солнце в зените находится, он там находится и он вышел наружу, если так можно сказать, вышел из тьмы и сказал, я последователь Иисуса Христа. Он не заявлял об этом словами, но он показал, я пожертвую для того, чтобы помазать его тело, я его сторонник, я его ученик. И он вышел из тьмы к свету, но это был процесс. И у нас тоже так происходит. Есть люди, которые услышали, сразу пошли, для них нет никаких проблем, а есть люди, которые выходят к свету постепенно. И слава Богу за то, что Бог ведет человека каждого индивидуально своим путем. Я тоже вот эти слова меня тронули, потому что я тоже, некоторые сразу откликаются, сразу принимают крещение, но слова Иисуса на меня очень подействовали, они изменили мою жизнь, и так незаметно даже, как она стала меняться, но это был длинный путь, это были года, пока я пришла полностью окончательно к Богу. Сегодня мы познакомились с рядом свидетелей Иисуса Христа. Ян Креститель, Андрей, Петр, Филипп, Нафанаил, Никодим. Это люди, которые, узнав об Иисусе Христе, увидев Иисуса Христа, они не остались посторонними, нейтральными наблюдателями. Быть свидетелем, это значит не только соглашаться с истинными об Иисусе Христе, но идти за Иисусом, становиться Его последователем, пребывать в общении с Иисусом Христом. Жизнь свидетеля меняется, человек становится лучше. И каждый человек, который приближается к Иисусу, его жизнь преображается. И когда происходят эти перемены в нашей жизни, мы тогда не можем молчать. Мы рассказываем о нашем радостном опыте встречи с Иисусом со всеми, кого мы знаем, с нашими родными, с нашими близкими. Дорогие друзья, жизнь ученика — это жизнь человека, ученика Иисуса Христа — это жизнь человека, который наслаждаются радостью общения со своим Господом. Призываем вас прийти посмотреть, познакомиться, что говорит Священное Писание об Иисусе Христе, стать Его учеником, стать Его ребенком, Его сыном, Его дочерью. И пусть Господь в этом вам поможет. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты желаешь, чтобы мы открыли для себя Иисуса Христа как нашего Мессию, как нашего Спасителя. Мы верим, Господи, в то, что ничего в нашей жизни не происходит случайно. И если мы с кем-то встретились, если мы что-то нашли, Ты устроил это. И мы просим Тебя, Господи, помоги нам, может быть, сразу, а может быть, кому-то нужно больше времени прийти к Тебе, Господи, найти тот истинный путь спасения, который Ты приготовил для каждого человека. Если у нас есть какие-то сомнения, предрассудки, если мы испытываем давление общества, друзей или соседей, в связи с тем, что мы желаем сделать еще один шаг навстречу к Тебе, просим Тебя, Господи, дай нам смелости, дай нам силы сделать этот шаг, потому что этот шаг приблизит нас к Тебе и к спасению. Благодарим Тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны за то, что Вы были внимательными слушателями и участниками этих библейских исследований. Искренне желаем, чтобы Господь благословил Вас в том, чтобы Вы были не только слушателями, но и делателями. Всего доброго, до встречи, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин